Итак, мы продолжаем наши уроки и завершаем вот эту замечательную книгу, наш цикл, потихоньку. Глава Газину и вторая беседа Любовического Рэбе, называется «Канат души». В нашей недельной главе описывается связь между народом Израиля и Всевышнего. Ведь доля Господа его народ, Яков Канат его удела, сказано, «Сравнение с Канатом несет в себе глубокий смысл». Алтар Рэбе объясняет, что божественная душа, нишама, то есть верхняя часть души, которая связывает нас со Всевышним, ближе к Богу, подобна Канату, и так же, как функция Каната соединяет две вещи, так и посредством Каната души человек, находящийся в этом мире, соединяется со Всевышним. Нишама считается, есть также и у неевреев, или только у иевреев? Или это особая душа, которая... Тоже считается, нишама – это божественная душа. Есть три таких градации упрощенные. Нишама – верхняя часть, которая связана непосредственно со Всевышним. Потом руах – это то, что находится на расстоянии между телом и нишамой. И нефиш – это животная душа, которая дает жизненную энергию телу. Нефиш есть у всех. У животных, всех живых существ, у всех людей. То, что касается еврея и нееврея, есть разные объяснения. У еврея – она как бы в теле, а у нееврея – она вблизи тела. Связь с Богом. А, вот так. А, то есть есть. Я слышал мнение, что это специальная душа, которая дана евреям, для того, чтобы они могли выполнять вот эти 613 заповедей, которые не должны выполнять, в принципе, другие народы. Вот так. Я слышал такое мнение, поэтому у меня этот вопрос очень интересен. Когда этот канат цел, то связь между человеком и Творцом осуществляется цельным, совершенным и открытым образом. Но бывает, что из-за грехов человека канат повреждается. Тогда повреждается и связь между евреем и Всевышним. И степень повреждения зависит от серьезности греха. Посмотрим дальше, что идет по тексту, потом мы будем это все разбирать более детально. Серьезность повреждения Алтер-Эбе объясняет посредством того же сравнения, что и в словах мы находим два аспекта. В его словах мы находим два аспекта. Вначале он показывает нам, что канат души состоит из 613 нитей. Соответственно, 613 заповедей. И когда еврей нарушает какую-то из них, то нить, соответствующая этой заповеди, разрывается. Разрыв этой нити повреждает целостность всего каната и ослабляет силу связи между евреем и Всевышним. Мы можем себе представить канат, который достаточно мощный. У него есть оболочка, и у него есть волокна. Это мы можем представить. Да, волокна, и вот рвутся чуть-чуть волокна, надрываются. Канат вроде бы еще, он внешне такой же. Но его нагружаемость, его целостность уже... Нити одинаковые или разные? Нити... По толщине, по толщине. Хороший вопрос. Скажем, они одинаковые. Одинаковые. А то наш канат полностью отрезан, разрезан, или, так сказать, мы все-таки какие-то ниточки оставались. Этот вопрос задаст любой человек, который заинтересовался иудаизмом. Понимаете? Как мне кажется. Я думаю, что этот канат существует у каждого человека. Скажем так, что это врожденная закладка, как генетический потенциал. И давайте представим канат этот, как световой кабель, который состоит из многих световых волокон. Да, вот он материальный, он существует. Но он работает только тогда, когда есть источник света. Тору-хеодология, на самом деле. Который есть источник света, и который способен дать возможность засветить на другом конце. Тору без... Да. Так вот, в тот момент, когда мы возвращаемся к Всевышнему, мы начинаем учить Тору, мы начинаем вспоминать заповеди, мы как бы включаем источник света. И эти волокна, они же... Мы знаем, что они хрупкие. Вот именно, вот этот световой кабель. Мы знаем, что если где-то его согнуть, надломится одно волокно, оно перестанет проводить свет. То есть они как бы физически, оно и есть, да? Но оно перестает давать этот мощный свет. И наша задача беречь все волокна этого кабеля, чтобы свет был в полную мощность. Поэтому серьезность запрета карет. Карет – это отсечение души от источника. Гораздо сильнее от источника. Потому что, когда человек нарушает такой запрет, он отрезает весь канат целиком и разрывает, Боже упаси, свою связь с Творцом до такой степени, что во время храма этот разрыв проявляется и в материальной жизни. И в этом мире человек умирал молодым. То есть карет – это отсечение от источника. В какой-то мере я снова впереди, как бы так, мысль, впереди мысли оказывается, да? Как всегда, Лейб, как всегда. Однако в дальнейшем Алтер-Ребе объясняет вещь, которая на первый взгляд противоречит этой идее. Он объясняет всю серьезность греха тем, что еврей связан со Всевышним посредством этого каната. Этот канат, есть канат, один конец которого вверху, а другой внизу. То есть если человек тянет нижний конец в определенном направлении, то верхний тянется туда же. Связь каната. Ну, чисто физически, если это чисто физическая аналогия, Альтер-Ребе, да, то тут скорее, да, тут остается на месте скорее, если он не тянется туда же. Ну ладно, пусть так. В этом-то и заключается весь ужас греха. Знаешь, что такое грех? Когда еврей грешит и направляет свои душевные силы в отрицательную сторону, он как будто тянет с собой Творца, не дай Бог, и тащит его ко злу. Он как будто заставляет Всевышнего направить его могущество и божественное благо на темную сторону, в силу зла. Да, что говорится, в книге Таня объясняется это подобным образом, что когда человек, не дай Бог, совершает грех, то он как будто бы царя окунает в нечистоты лицом. Представляете, вот мы связаны, да, каждый из нас связан с Богом. И если мы, не дай Бог, делаем что-то неугодное Богу, а он же с нами связан, мы же с ним канатом связаны, и мы как будто бы его вводим в эту нечистоту. Выше мы сказали, что грех разрывает канат. А здесь мы видим, что связь продолжает существовать, да еще и такая сильная, что во время, в то время, что человек грешит, он тянет за собой верхний конец каната. Как же это разрешается, и как же разрешить это противоречие, да? То есть, с одной стороны, мы говорим, что мы канат разрываем, и как бы прерываем свою связь со Всевышним. С другой стороны, что если мы что-то делаем не то, мы как бы, канат вроде бы остается, мы тянем Всевышнего вместе с собой в нечистоту. Ответ в том, что связи еврей со Всевышним, которую мы сравнили с канатом, есть два уровня. Есть уровень, на который влияют грехи, нарушения заповедей, и там канат может быть разорван. Это значит разрыв связи между евреями и Творцом, да? То есть, как бы, это односторонний разрыв. Всевышний никогда не бросает человека. Интересно, что вот опять я впереди оказался, на самом деле, да? Да, смотрите, Всевышний никогда не закрывает свой... Он никогда не берет руку. То есть, мы обсудили это, и примерно вот аналогия ваша, она очень похожа на это дело. Да, это как источник солнца, как солнце всегда светит, и можно только поставить зонтик и оградиться от него, и тем самым прекратить... Но солнце при этом продолжает светить, также энергии Всевышнего она продолжает всегда поддерживать. Однако есть такой уровень отношений между евреем и Всевышним, который выше любой возможности разрыва, которым сказан, даже в момент греха вера остается с ним. Эта связь настолько глубока и сильна, что еврей как бы тянет с собой Всевышнего даже вниз к силам зла. То есть, как бы, у еврея еще есть один важный момент. Ключик такой, потенциал такой, джокер такой, такой неизменный источник сил, который он никаким образом не может отключить. Он не может разорваться Всевышним полностью. И это дает возможность любому человеку всегда вернуться к Богу обратно. То есть, когда он даже грешил и делал что-то не то, и потом он вдруг говорит, говорит, стоп, я же не был неправ. И у него есть возможность этот канат восстановить полностью. С другой стороны, существование именно этого уровня связи объясняет безграничную возможность еврея сделать шву. Ведь поскольку он навечно остается связан с творцом, в конечном итоге Всевышний пробудет еврея, вернуться к нему целиком и полностью. Да, то есть, это есть вот два вида возможности швы. Один, что шва может быть снизу вверх, когда еврей понимает, что он был неправ. Или Всевышний его приводит к этому сверху вниз. Вот, на этом мы закончим. Желаем хорошей подготовки к Йом-Кипуру. Из Радошем, пусть будет хорошая запись, хорошая печать. И благословенный год, и плодотворный Йом-Кипур.